Всех приветствую, мои дорогие! Собрала косметичку на эту и следующую неделю. И давайте смотреть, что я выбрала. Чем-то уже вовсю пользуюсь, что-то только буду пробовать. Ну и праймеры, тональные кремы и консилеры уже перед вами. Здесь у меня праймер от L'Etoile заканчивается. И консилер от Chic. Так можно подумать, что полный флакончик. Но на самом деле, если смотреть вот так на свет лампы, там уже осталось консилера немножко. Так, дальше покажу вам пудры. Продолжаю использовать лимитку от Essence. Здесь у меня донышко понемножку увеличивается. Также использую пудру от Maybelline. Достала пудру от L'Etoile. Я ей уже ранее пользовалась. Потом она мне была по оттенку темноватой, я ее откладывала. И сейчас снова достала. Вот так она выглядит. Там даже какой-то намек на ямку уже есть. И вот сейчас по оттенку она мне подходит. Не буду показывать номера. Мне кажется, таких пудр уже давно нет. Ну и также у меня всегда под рукой от Catrice. Все время забываю, как правильно называется эта палетка. Так, это у нас хайлайтер. Но я использую именно как такую растушевочную подсвечивающую пудру, которая придает лицу такой более отдохнувший, холеный вид, скажем так. Ну и если я, например, с румянами или хайлайтером переборщила, эта пудра, как я ее называю, сглаживает все это, убирает чересчур яркость и стирает какие-то явно видимые границы, делает более такие плавные переходы между другими средствами. Дальше покажу вам кремовые средства. Я стараюсь пользоваться всем, что у меня из этих категорий есть. Ну, естественно, чем-то больше, чем-то меньше. Но вам сейчас покажу именно то, что стараюсь задействовать чаще, чем другие средства. Во-первых, это румяно-кремовые от Lamelle. Они мне нравятся. Хорошо наносятся, отлично растушевываются, распределяются. И очень красивый оттенок. Ну, использую, когда делаю макияжи в теплой гамме. По-моему, это тоже была лимитка. Также лимитка от Essence. Такого цвета сам Stick. Тоже у меня уже хорошо это средство попользовано. Это румяна. Ну, они совсем едва-едва придают оттенок кожи, едва-едва проявляются. Так это больше как такое влажное сияние, наверное, выглядит. Ну, и как-то мне кажется, то ли здесь более тающая текстура, что они, ну, более активно расходуются. И в качестве кремовых румян, когда я делаю макияжи в холодной гамме, я продолжаю использовать помаду от Faberlic. Вот столько ее на данный момент. Вы знаете, ну, как румяна, она, да, намного идет активнее, чем когда я ее как помаду использовала. И я уже говорила, мне очень нравится. Также в качестве румяна она хорошо распределяется. И вот моему лицу она, опять-таки, придает такой, я бы сказала, более свежий, более отдохнувший вид. И в целом, знаете, помады, как кремовая румяна, очень даже мне показалось удобно использовать. Так. Дальше покажу вам, просили показывать в том числе и добивашки. Я думала, что надоедает, когда я их показываю. Но написали, что нет. Тоже интересно смотреть, сколько всего осталось, как что-то там расходуется. Поэтому сейчас покажу также некоторые добивашки, как я их называю. Это моя, ну, пудра или хайлайтер от Lamelle. С таким очень красивым, интересным оттенком. Как вы видите, осталось не так уж и много. Вот так можно сказать ничего особенного. Но на коже смотрится очень красиво. Она тоже хорошо распределяется. И здесь такое красивое, как дуохромное подсвечивание. То есть она, видите, в розовый оттенок уходит. Также в последнее время часто у меня под рукой хайлайтер от Catrice из лимитированной коллекции. Упаковка сама уже вся выглядит непрезентабельно. Стерла здесь все. Но сам хайлайтер мне очень нравится. Я использую не только как хайлайтер, но зачастую именно как тени. И как вы видите, у меня здесь донышко. Смотрите, какая красота. Дайте, я вот сюда нанесу. Ну, естественно, в качестве хайлайтера я так ярко не наношу. Набираю немного, растушевываю. А в качестве теней, конечно, я побольше наношу. Мне очень нравится, как смотрится. Смотрите, как сияет все. Это еще не все. Беру я хайлайтер от Revolution из лимитированной коллекции. Я уже пробовала, но не в качестве хайлайтера. Я использовала в качестве теней. И вы знаете, в качестве теней мне понравилось, как оттенок смотрелся на веки и как выглядел макияж. Ну, я изначально видела, что это, скажем так, не мой оттенок в качестве хайлайтера. Меня привлек дизайн. И я знала, что я буду использовать как тени. Давайте я сводчи эти сотру и будем дальше смотреть. Взяла побольше всего, потому что, ну вот, с предыдущей косметички, мне кажется, уже третья неделя пошла. Думала, буду строго раз в неделю снимать, но не было возможности снять видео. И поэтому, ну, здесь у меня средства, можно так сказать, вот на эту неделю и следующую, как бы, получается, на две недели. Ну, решила, вдруг потом тоже не получится косметичку снять. Что лучше, возьму всего побольше. Потому что все равно то одно из этого беру, то второе, то третье. Ну, и я уже не раз говорила, что я люблю, когда есть выбор. Поэтому даже если чем-то не воспользуюсь ничего страшного, воспользуюсь в следующий раз. Так, следующее, что я вам хочу показать, это у нас румяна Judy Dole, по-моему, так марка называется. Они были представлены в разных оттенках. У меня в номере 02. И я уже с этими румянами ходила. И вы знаете, мне они понравились. Очень приятный, очень нежный оттенок. Не могу сказать, что они как-то сильно заметны на коже. Ну, это вот, знаете, смотрелось как-то очень естественно, красиво. Опять-таки, такой более отдохнувший вид. И они очень-очень шелковистые. Ну, мне кажется, это вот для светлой кожи больше подойдет. Ну, или если вы любите вот какие-то участки на лице высветлять. Так вроде и не видно, но вот все равно на лице я вижу эффект. Ну, есть разница с румянами и без румян. Следующее, что я вам покажу. Ой, не достала сразу из коробочки. Вот такие румяна. Я тоже уже ими воспользовалась. Сейчас девочки достану. На мой взгляд, симпатичное оформление. Стоили бюджетно совсем. Здесь вот такой, как я говорю, мини-спонжик, но я им не пользовалась. Я на самом деле вот так набрала на палец, перенесла на щеки и потом и пальцем я пробовала ходить, растушевывала и спонжем. Но мне кажется, спонж не этот я брала, которым я тональный крем распределяю, что он все-таки частично как вот съедает румяна. Поэтому я зачастую просто пальцем распределяю. Давайте покажу вам. Мне понравилось, как они смотрелись. Ну, конечно, если больше нанести, они будут ярче смотреться. Ну, оттенок, по-моему, очень такой красивый. Дальше покажу вам свои старенькие румяна от Catrice. Тоже они у меня, можно так сказать, под рукой. Донышко здесь все больше и больше. очень красивые. Очень красивые. Пользуюсь. Следующее, что я вам покажу. Не пробовала еще. Вот такие румяна взяла. Так, сейчас, девочки, давайте я штатив немножко наклоню. Покажу вам информацию. По-моему, тоже они были представлены в трех оттенках. Я выбрала в номере 02. Меня, конечно, дизайн рефила привлек. Плюс они как-то стоили бюджетно. Поэтому я заказала. Это такие подсвечивающие, как румяна Блашлайтер. Немножко еще. Я думаю, с ними, конечно, легко переборщить. Надо немножко набирать на неплотно набитую кисть. Но я, кстати, такие оттенки еще очень люблю в качестве теней использовать. Румяна от Vivienne Sabo. Мне кажется, сейчас уже таких нет. У меня в номере 23. Если вы помните, у меня от Vivienne Sabo с подобным рефилом заканчивались уже одни румяна. Но мне кажется, что вот это был перевыпуск. И мне показалось, что здесь как будто их и меньше, и менее плотно они спрессованы. То есть вот, которые у меня закончились, я помню, ими прям много лет пользовалась. Ну и было, насколько я помню, как будто они побольше были. Может, мне, конечно, кажется. Но тут вот несколько раз воспользовалась. И как будто бы они уже хорошо так попользованными выглядят. Очень нежные. подсвечивают кожу. Можно уже хайлайтер не использовать. И очень красиво смотрятся. Ну, я, вы знаете, такие неяркие оттенки зачастую использую. Я же еще кремовые румяна использую. Получается вот кремовые румяна, подсвечивающий праймер. Потом я наношу пудру, а потом уже наношу сухие румяна и сухой хайлайтер. Но если румяна вот такие подсвечивающие придают сияние, то я тогда уже хайлайтер могу не наносить. Вот, видите? Вы знаете, я их так побольше наношу на лицо и мне очень понравилось, как они смотрелись. Ну, у меня кожа светлая, поэтому на мне, мне кажется, многие оттенки даже слабо пигментированные заметны. Так, еще вот такие симпатичные румяна. У меня в номере 01, не помню, мне кажется, тоже в трех, а может даже в четырех оттенках были представлены. Такой симпатичный дизайн. Единственное, вот смотрите, крутится все и они как такие ну, крем, полукремовые, полумусовые, что ли. Мне кажется, я тоже один раз ими пользовалась. Ну, знаете, не хуже каких-либо других кремовых румян, которые у меня в коллекции есть. Так, давайте вот сюда нанесу. Это для макияжа и в холодной гамме. Ну, по крайней мере, я так использую. Хорошо распределяются. Мне понравились они. Так, я беру от флорта лимиточку. Вот такую пудру хайлайтер я еще не пробовала. Давайте с вами посмотрим. Хочу попробовать просто. Так выглядит как будто очень светлая пудра. Ну, конечно, дизайн милый. Видите, вот здесь. Знаете, видно, что такой прям мелкий-мелкий помол. Возможно, это пудра, которая опять-таки будет придавать коже такой более, скажем так, здоровый холеный вид. Потому что, ну, вот так я смотрю. Мне кажется, это из тех пудр, которые немножко как блюрят. Ну, буду пробовать. Пока, конечно, это мои предположения только. Давайте я опять-таки сотру свотчи. Мы с вами будем дальше смотреть. Так. А дальше я вам покажу хайлайтер, который мне очень понравился. Это хайлайтер из лимитированной коллекции от Essence. И вы знаете, вот на своей коже мне очень понравилось, как он выглядит. Вот так посмотришь, вроде ничего особенного. Но на коже он, знаете, дает такое подсвечивание, как будто кожа изнутри подсвечена. мне набирать. Я его вот так прям на палец набираю, переношу на кожу. И вот видите, он мне показалось отлично подходит, когда делаешь макияж в холодной гамме. Он как-то немножко в розовинку уходит. Ну, я знаю, мне такие подходят, как правило, оттенки. Единственное, у меня впечатление, как будто крышка как-то очень хлипенько держится, что как бы она не отвалилась. Давайте с вами посмотрим. Рука влажная. Так вот посмотришь, вроде ничего особенного. Но вот именно когда я делала макияж, мне очень понравилось, как смотрелось на моей коже. Так. беру свои старенькие румяна от Revolution. Покажу название, потому что мне кажется, до сих пор подобные есть, либо уже обновленная линейка. Я уже давно не слежу. У меня тут крышка сломана. Сами румяна неплохие, но с ними можно переборщить. Такой оттенок. Ну вот то, что крышка вся облезла и сломалась, это мне, конечно, не нравится. И место они тоже много занимают. Видите, сами румяна не такие большие, но вот за счет крышки такие они не маленькие получаются. Так. И взяла я хайлайтер от катрис от катрис. Мне кажется, я еще не ходила с ним. У меня знаете, еще от эстрады под рукой хайлайтер лежит. Еще вы знаете, у меня есть хайлайтер с донышками до бивашки, поэтому как-то ими пользовалась. Плюс если румяна, например, подсвечивающая, я уже хайлайтер не использовала, потому что я и так вот этот праймер наношу. Ну, думаю, конечно же, воспользуюсь ей. Тоже очень меня привлек здесь дизайн. Это, если я не сказала, катрис лимитированная коллекция. Сюда подвину. Так положим. Так, для лица это все, что я взяла. И давайте, наверное, сначала посмотрим, что я для губ взяла, а потом уже посмотрим тени. Так. Блеск от фарес. Очень красивый. плюс для меня как воспоминание мне Светочка его дарила. Единственное, не пойму, то ли он заканчивается, то ли вот сам спонж такой жадненький, потому что вот то неплохо набирается, но и то, знаете, надо несколько раз. То совсем едва-едва вот на кончик аппликатора набирается. Красиво смотрится. Нравится. Ну и упаковка такая, посмотрите, как все переливается, как я люблю. Блеск отлавали из лимитированной коллекции. Тоже каждый раз смотрю, его там так мало осталось, но вот он со мной уже тоже несколько лет. его красиво можно, например, сделать подложку из карандаша для губ, либо тинт нанести, либо матовую помаду, дать как бы усесться, и потом сверху можно нанести этот блеск, и смотрится весьма красиво. Давайте вот так покажу, смотрите, как все сверкает, сияет. Блеск от Буржуа. Номера не показываю, мне кажется, давно уже этого нет, у меня уже все это давно в коллекции, но ни текстура, ни аромата не поменялись, поэтому я использую, никакого дискомфорта у меня нет. Дальше покажу, сейчас я сюда достану, все подвину, блеск от Фаберлик, здесь номер покажу, потому что вдруг такие еще есть, ой, как-то держу, так, 40 591, я помню, в этой линейке было много представлено оттенков, у меня его там не так уж и много осталось, и он очень красивый, на мой взгляд, нравится мне, так, сейчас вот так нанесу, тоже можно так наносить, можно опять-таки из карандаша или тинта как подложку сделать, у меня просто блески долго не держатся на губах, и поэтому я зачастую вот что-то делаю в качестве подложки, ну, либо бальзам оттеночный наношу, чтобы, если когда вот блеск сойдет, все равно губы красиво смотрелись. Блеск от эссенса из лимитированной коллекции, тоже у меня там его, не знаю, видно, не видно, осталось немножко, но я стараюсь упор больше делать на своих старичков, мне будет жалко, например, простоят и испортятся, блески мне нравятся, оттенки красивые, поэтому, если вижу, что осталось не так много, и мне нравятся оттенки, и как смотрятся, то, конечно, стараюсь задействовать почаще. Такой ягодный красивый оттенок в двух оттенках были представлены в коллекции. Вот такой как блеск масла от Art Deco, не знаю, видно, не видно, тоже его здесь не так много, я его бывает и вместо бальзама дома использую. Такой нюдовый оттенок, особо на губах не заметен. Так смотрится. На губах более красиво смотрится, не как на руке. Давайте немножко попробую штатив подвинуть. Сама подвинуть, штатив подвинуть. У меня муж эту неделю из дома работает, поэтому особо не было возможности заснять. Сейчас он по делам уехал, и я решила быстренько в тишине, в спокойствии снять ролик. Ну, дети у меня в другой комнате. Так. Блеск от Vivienne с собой из лимитированной коллекции. Тоже, вы знаете, он у меня на столе под рукой стоит. Бывает, вместо бальзама использую. Бывает, кстати, тоже, что и на тинт могу нанести. Давайте вот здесь покажу. Такой он прозрачный, с блёсточками, и мне кажется, что он губы увлажняет. сейчас девочки думаю, куда поставить. Давайте я эти свотчи тоже сотру. Вот, видите, здесь тоже блёсточки, если вот так снимать, видно. Сотру эти свотчи, и мы с вами дальше будем смотреть. что у меня там ещё. Беру я помаду от Катрис из лимитированной коллекции. Тоже уже старушка. Но здесь очень, конечно, красивый, оригинальный такой оттенок. Рука влажная. Сейчас девочки попробую вытереть. то одно, то другое. Эти вот сюда нанесу. Очень красивый. Мне кажется, именно таких оттенков в моей коллекции больше нет. Эти вот, видите, там тоже как блёсточки такие. Так, что у меня здесь ещё? поближе поставлю, чтобы мне ничего не уронить. Помада от Эри Флейм. Не знаю, видно, здесь будет номер, даже не знаю, есть сейчас такие или нет. девочки, сверху номер, но я не уверена, что я правильно прочитаю. Красивый оттенок. Тоже оно мне так неплохо поиспользовано при моём при моём-то количестве помад. Подарок от Машеньки помада от Ревел де Луп. Давайте вот сюда нанесём. Тоже такая нежная, красивая. старушка старушка от Стеллари в номере давайте покажу 26 она у меня тут как и растаяла и сломалась. Вот видите каждый раз когда наношу на губы потом приходится она как немножко съезжает приходится пальцем подправлять. Выглядит некрасиво но хочется мне доиспользовать. Помада сама неплохая. Оттенок интересный. Смотрите какой. Тем более осталось немножко. помада от Essence из лимитированной коллекции обожаю такой дизайн это такая помада бальзам так что у меня тут смотрите как красиво я люблю все подобное тут даже если бы оттенок мне не подходил я бы из-за дизайна приобрела но оттенок мне подошел давайте вот здесь покажу видите она полупрозрачная и мне кажется она на всех скорее всего чуть по-разному будет смотреться мне нравится как на мне смотрится по оттенку подходит и качество мне тоже понравилось для губ это все что я взяла конечно у меня и в сумке еще помада есть и бывает тинта беру использую может какие-то другие блески так стираю сводчи и будем смотреть что я из теней взяла девочки ототру руку база под тени по-прежнему у меня от бель я также еще от вивьен сабо консилер бывает использую в качестве базы осталось совсем немножко мне кажется ну вот к следующей косметичке уже что-то другое у меня будет и конечно также как подложку использую жидкие тени ой вернее ну кремовые скажем или жидкие от вивьен сабо из лимитированной коллекции достала здесь ограничитель и видите теперь как прокручивается вот не держится крышка идеально хотя и не раскрывается тут уже особо-то и ничего не набирается ну еще можно скажем так повоскребать мне нравится и в качестве подложки как они смотрятся и самостоятельно ну здесь вот я уже можно сказать со стеночек соскребаю вот видите если вот так посмотреть мне кажется там даже на дне уже ничего нет так это у меня был девочки оттенок где-то ну они были по-моему в двух оттенках представлены это 02 и 01 тоже красивый очень и смотрим с вами тени ну сначала быстренько покажу можно так сказать добивашки на которые я сейчас более активный упор делу это конечно же моя палетка от мэйбелин остался у меня здесь один оттенок ну там не так и много красивый оттенок я вот здесь нанесу палетка от essence здесь у меня три оттенка вот такой тоже оттенки красивые стараюсь задействовать чуть ли не в каждом макияже уже видите здесь блесточки красиво смотрится так не видно давайте вперед положу или вот сюда еще немножко подвинемся сотройте сводчи и будем с вами дальше смотреть палетка от max factor ну это такая знаете как базовая палетка и здесь всего 1,8 грамма на всю палетку у меня даже есть однушки в которых больше объем давайте посмотрим здесь у меня уже ямка ну а такие светленькие оттенки у меня всегда быстрее заканчиваются остальных так же не буду делать сводчи но покажу периодически я использую вот эту палетку от дейсик здесь кстати тоже на каждый рефил очень небольшой объем приходится по-моему 0,4 грамма или около того и я здесь зачастую сияшки беру вот видите у меня здесь мне кажется еще чуть-чуть и донышко будет если это уже не оно проглядывает вот здесь уже ямки но тут объем маленький вот я буквально несколько раз пользовалась и вот так уже очень мне нравится как особенно при искусственном освещении все это сияет переливается оттенки нравятся ну то есть даже можно базу например зафиксировать светлым оттенком вот этот в качестве подложки взять бордовый затемнитель вот этим оттенком или этим и потом на подвижное веко нанести сияшки и уже смотрится весьма и весьма красиво не делаю сводчи ну во-первых зачастую не видно особо корейский тень на сводчах а во-вторых такой объем маленький и жалко ну на сводчик переводить палеточка от флорте из лимитированной коллекции еще не пробовала такая малышечка представлены они в трех оттенках мне кажется тоже тут если часто пользоваться она весьма быстро закончится я думаю это тоже знаете такой макияж без макияжа не всегда хочется чего-то прям яркого у меня и такие как вот макияж и без макияжа все равно глаза выглядят более красиво более выразительно когда я подобные оттенки использую девочки смотрите как красиво смотрится я сейчас со вспышкой снимаю сама любуюсь какая красота так давайте покажу поближе не знаю мне очень нравится это прям моя гамма ну и конечно дизайн для меня весьма привлекательный и в целом я люблю когда какие-нибудь брелочки весюлечки ну что-то такое вот придумывают палетка от революшен пользовалась ей эта палетка из лимитированной коллекции и вот как раз я когда делала ей макияж я задействовала и хайлайтер из этой же линейки так сейчас пленочка чуть не вылетела закроем зеркало ну здесь конечно на мой взгляд очень много оттенков в коричневой гамме скажем так особо не разгуляться поэтому вот мне хотелось сюда добавить или какую-нибудь сияшку каким-нибудь блесточки что-то такое ну сама палетка вполне себе неплохая макияж мне понравился какой получился каких-то проблем в использовании я не заметила но я правда в целом в тенях наверное непривередливо я считаю с любой палеткой можно договориться и настолько мне сам процесс нравится что у меня всегда какие-то положительные эмоции ну смотрю что при вспышке все смотрится очень привлекательно сейчас сначала перенесу оттенки ну то есть ничего прям такого знаете особенного чтобы бежать искать ее здесь нет но мне очень дизайн палетки понравился еще когда Катя из Германии ее давно показывала что у них такая коллекция в магазине есть я уже тогда подумала что если бы у нас такие продавались я бы приобрела из-за дизайна мне если дизайн нравится у меня рука тянется я с большим удовольствием пользуюсь чем может быть тенями у которых для меня не настолько привлекательен дизайн я все на эти сияшки смотрю как же красиво и вот так же на глазах все сияет если вот смотреть при искусственном освещении иногда вот так просто смотришь при дневном думаешь ой ну ничего особенного такой неяркий макияж а потом при свете лампы смотришь а на веках так все вот сияет переливается при этом это как-то красиво деликатно не вычурно и даже жалко бывает стирать всю эту красоту вечером но я сотру сейчас потому что надо нам с вами дальше смотреть сейчас я тут немножечко еще как-то подвину все чтобы все влезло кто устал осталось одну палеточку посмотреть я думаю вы уже ее видите не делала еще ей макияж мне честно говоря даже пока как-то немножко жалко ее прям сразу в такое активное использование брать я все еще под впечатлением от такого сюрприза неожиданного приятного конечно очень красиво она знаете еще такая нелегкая вот как будто вы книгу какую-то в руке держите и вы знаете как я люблю когда что-то либо сверкает либо вот так картинка меняется это вот прям как будто производители для меня такой дизайн придумывает давайте с вами посмотрим если учесть что у меня в подобной гамме теней немного да мне кажется некоторых оттенков у меня и нет то мне еще более жалко тратить я это пока воспринимаю как такой щедрый приятный сюрприз подарок от Машеньки ну бесподобный оттенок так рука влажная это дохрум сейчас я еще с пальцев стараюсь оперативно все это стирать дальше с вами смотрим вот это тоже очень интересный тут затирать жалко какая сочность осталось нам немного посмотреть мне кажется очень здесь интересно гамму подобрали еще один ряд у нас остался тоже красиво очень это тоже как дохром смотрите как будто меняется цвет и это все что я выбрала еще раз покажу вот сюда положу вот так подвину и вот такая у меня получилась косметичка все вам показала рассказала буду с вами на этом прощаться всем огромное спасибо за внимание за ваши добрые комментарии вашу поддержку лайки всем чудесного настроения и до новых встреч до новых видео всем пока